Друзья, всем привет, с вами Яков. И в этом ролике я вам покажу, как с помощью Некроманта, который будет использовать сет Аватар Трагула и атаковать скелетными магами, можно очень комфортно фармить нефалемские порталы. Как нефалемские порталы, так и поручения. Ну и если слегка переработать билд, можно бегать в астранные великие порталы. В любом случае, у этого обновленного Некроманта Петавода есть предпосылки и на фастмету, но изначально лично я его позиционирую как комфортный фарм билд, где играть можно без напряга, используя всего лишь пару клавиш, а самое главное, этот билд базируется на сетовой основе. И вот на протяжении нескольких патчей меняли определенные предметы, сейчас вот подкорректировали сет Аватар Трагула и теперь такой Некромант Петавод сыграл новыми красками. Ну и тем из вас, кому нравится Некромант и вы искали комфортный фарм билд, я однозначно советую данный. И давайте мы с ним сейчас и разберемся, но для начала поговорим о спутнике. И что касается спутника, то в принципе можно брать абсолютно любого. Единственное, что от вас потребуется, это надеть на него нужные предметы для фарм билда. Тот же сет Мудреца, тот же сет Кайна. Подробно я на этом останавливаться не буду, потому что я детально спутников разбирал в отдельном ролике. И ссылку на него я помещу в описании под видео. Так что переходите и ознакомливайтесь, как и для каких целей надо выбирать того или иного спутника. Но теперь к Некроманту. Итак, первое, что вам пригодится, это сет Аватар Трагула. Из сета я использую 5 предметов. Это броню, головной убор, перчатки, далее штаны, ну а также ботинки. В итоге с помощью данного сета мы будем и повышать показатели нашего здоровья, а также повышать наш урон от скелетов магов. Следующее, что вам пригодится, это кольцо королевской роскоши. Ну и с помощью этого кольца мы будем добиваться, чтобы у сета Аватар Трагула работали все 3 бонуса. Следующий предмет это кольцо, круг бытия наилуджа. С помощью него мы будем продлевать срок действия скелетов магов. Далее нам пригодится амулет, призрачное видение. Он нам нужен для того, чтобы симулякор работал бесконечно. На запястьях у нас находится напульсник еженеца. И когда мы будем подбирать сферы здоровья, мы себе будем восполнять эссенцию. В качестве наплечников мы используем волю розетта. Для того, чтобы даровать нашему умению скелет маг, две руны. Это дар смерти, а также сингулярность. Самое главное это руна сингулярность. Что она позволяет нам делать? То есть, когда мы будем активировать скелета мага, то есть чем больше у нас эссенции будет на момент призыва, в итоге, тем больше скелеты маги будут наносить урона. Эти наплечники для данного сета годятся идеально. В качестве пояса мы используем злототканную перевязь. И этот пояс, по сути, будет даровать нам бессмертие. В зависимости от количества поднятых золотых монет. В нашу главную руку мы берем косу цикла. Для того, чтобы повышать наш урон от скелетов магов. При активном умении костяная броня. Что касается второй руки, то туда мы берем абсолютно любую филактерию. Главное, чтобы в ней было увеличение крит-шанса, уменьшение времени восстановления умений. Если будет баф на скелетов магов, он тоже приветствуется. А также, во вторичных свойствах, увеличение запаса эссенции. Теперь, что касается куба. Рубрика бижутерия, и там у нас приговор Крисбина. Это кольцо будет повышать наш урон. Далее броня и похоронное убранство. С помощью этой брони мы будем себе быстрее восполнять эссенцию. Ну и в оружии у нас находится похититель Миссершмита. И с помощью этого топора мы себе быстрее будем откатывать умения. Из самоцветов нам пригодятся головорез, гогок, ну а также дар стержателя. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших приметах. Итак, основной наш урон мы наносим с помощью скелетов магов. Поэтому поднять урон от данного скилла мы можем с помощью трех приметов. Это головного убора, далее ботинок, ну и если получится, в филактерии. Скелеты маги будут наносить физический урон. И конкретно в данной сборке я советовал бы физиуром поднять только с помощью наручей. Следующий параметр, который нас очень сильно интересует в этом фармбилде, это уменьшение времени восстановления умений. И этот параметр, дорогие друзья, рольте в абсолютно всех возможных приметах. Это наплечники, перчатки, два кольца, амулет, филактерия, но также оружие. Далее с помощью парагона, а также бриллианта в нашем шлеме. Ну и еще, что нас интересует, это запас эссенции. Его мы можем поднять с помощью парагона, а также двух приметов. Это филактерии, а также оружие. И там запас эссенции увеличивается благодаря вторичным свойствам. Ну и это все, что касается нашей экипировки. А теперь давайте разберемся с билдом. Сначала пассивки. Жизнь и смерти будут помогать нам создавать сверху здоровья. Долгое служение будет продлевать время действия скелетов магов. Переполняющая эссенция будет увеличивать запас эссенции, а значит в итоге наш урон. Ну а смерть передает силы, будет нас ускорять. Теперь давайте посмотрим на активные навыки. Первый симулякор и руна резервуар. С помощью данного приспешника мы будем повышать наш запас эссенции на постоянке. А значит тем самым повышать наш урон. Кровавый рывок и руна в принципе не важна. С помощью этого навыка мы себя будем и ускорять, поднимать нашу защиту, создавать трупы. Но также если что, себя отхиливать, когда будем пролетать сквозь противников. Далее идет костяная броня и жажда мучений. С помощью этого скилла мы будем себя и поднимать защиту, и себя ускорять. А также повышать урон у скелетов магов. Далее царство мертвых и морозное царство. С помощью этого скилла мы будем абсолютно всех противников замораживать. А также, благодаря этому навыку, нам не нужны трупы для того, чтобы работало следующее умение. Это пожирание и аура пожирания. То есть умение пожирания нам прожимать не требуется. Потому что как только будут появляться трупы, или будет активно умение царства мертвых, данный навык будет работать автоматически. И в итоге с эссенцией у нас вообще никаких проблем не будет. Она будет восполняться практически моментально. Ну и последний наш основной навык это скелет маг. И здесь надо выбрать обязательно руну поддержания жизни. И в итоге это все, что касается билда. А теперь давайте разберемся, как это все работает. Что касается геймплея, то тут все просто. Один раз призываем симулякора и о нем забываем. Далее, как только видим противников, возле них прожимаем умение костяная броня. И постоянно, как будем видеть противников, и костяная броня будет откатываться, мы этот скилл прожимаем повторно, повторно и повторно. Во-первых, для того, чтобы продлевать срок действия данного навыка, а также, чтобы себя ускорять. Ну и последнее, что от нас требуется, это призывать скелетов магов. Банк эссенции полный, призываем магов. Затем активируем царство мертвых. Благодаря умению пожирания банк эссенции будет восполняться. Как только она заполнилась, прожимаем вновь. И вот таким образом мы будем действовать. Бежим вперед, ищем противников, призываем магов. Особо сильно горевать по поводу умения царства мертвых не стоит, мало ли оно у вас не успело откатиться. Потому что скелеты маги существуют 12 секунд у сета аватар Трагула. А это довольно-таки внушительное время службы. Так что, с призывом скелетов магов, я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы. Ну, лично я этих проблем не испытываю. Тут в любом случае, надо просто набить руку. Лично мне, этот фармбилд очень понравился. Возможно, он не самый быстрый по перемещению среди вообще всех героев. Это однозначно. Но среди некромантов, повторюсь, на сетовой основе. Им фармить очень комфортно. Если что, соберите, попробуйте. Ну и сделайте выводы для себя. Но пока, что вы думаете о сборке, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok